По поручению правительства Московской области в прошлом году в Ленинском районе началась программа по замене лифтов в многоквартирных домах. В период с начала 2017 по конец 2018 года на территории муниципалитета должны поменять 69 лифтов, у которых истек срок службы. Заказчиком работ является фонд капитального ремонта Подмосковья. После проведения тендера определилась подрядная организация с запланированным объемом работ, пока справляется в срок. У нас был страшный лед, ужас. Не лед, а прям каждый день, каждый день стоял, стоял, стоял и закрывал, быстро открывается, закрывается, даже не успевали заходить. Мне спасибо, даже они работали день и ночь, по-моему. Мы как выходим поздно, 9 часов, они опять работают. Правда, есть вид нам дома, где сбои в сроках сдачи объекта все-таки произошли. Жителям заводской 24 не повезло. На работу в их девятиэтажном доме было дано 45 суток, но в этот отрезок времени подрядная организация не уложилась. Людям приходится подниматься на свои этажи пешком. Особенно тяжело мамам с колясками и пожилым людям. Так и живем. Я живу на пятом этаже. Возраст уже такой немолодой. Приходится подниматься. А что делать? Ждем. Говорили до Нового года. То 20-го комиссии, то 25-го. А сейчас вообще тишина. Все новогодние дни тишина. При приемке надзорным органам были выявлены нарушения и разрешение на ввод в эксплуатацию выдан не был. Сейчас в отношении подрядной организации выдвинуты требования по устранению замечаний и выписан штраф за несоблюдение договора. Перед Новым годом я выезжал на приемку. Были даны замечания подрядчику. Подрядчик на данный момент их устраняет. И будет повторная приемка. Есть замечания, которые без устранения этих замечаний лифты запускать нельзя. Новая приемка планируется на следующей неделе. Похожая ситуация была и в доме номер 74 по проспекту Ленинского Комсомола. Уставшие ходить пешком жильцы написали жалобу на добродел, после чего лифты запустили. Надеемся, что в случае с 24-м домом на улице Заводской до таких мер не дойдет. И там запустят долгожданный новый лифт. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.